Вот это изделие, вот эти я первое начала, я их тоже в большом количестве сделала. Эта штучка называется без корню, французская, кривулька переводится. И вот она, значит, два квадратика вышивается и вот таким вот образом сшиваются. Вот таких я тоже кучу вышила. Не безделушка, а нужный предмет. Любительницы шитья очень ценят таких миниатюрных помощников. Иголка в подушечке не потеряется, и нет угрозы случайно уколоться. Именно эти мысли положили начало интересному хобби, которым занимается Вера Калмыкова. Копейская рукодельница делает игольницы. Началось со шляпок. Но сейчас я шляпки почти не делаю. Вот из этих шляпок я десяток сделала на заказ родному человеку, которому я многим обязана. А остальное у меня, значит, вот эти вот все пойдет на благотворительность. Вот это же малозатратная вещь. Кремы у каждой женщины есть. Потом, значит, тряпочки у вас куток. Но единственное, что набивочная ткань, ну, или вата, либо синтепон. И вот, и все. Вот это все простецкое. Кроме крышечек Вера Александровна использует и другие хозяйственные мелочи. Пластиковые бутылки у нее превращаются в кружки с кофе. А DVD-диски в элегантные шляпки. Вера Александровна, вот у вас среди поделок, казалось бы, вот таких игольниц, круглинки, да, есть вот птички, рыбки. Это вот как, что за идея или какие-то эскизы специальные. Это тоже ведь игольницы, да, получается? Да. Вот это вот идея. Можно просто как интерьерное украшение. И рыбки тоже самое. А вот эти вот, и птицы, это тоже интерьерное украшение и обереги. Вот такой вот у нас привет Юлии Лидовских от программы «Творим и вытворяем», от сюжетов про нашу рукодельницу, да, к ее программе «Синяя птичка». Идеи у Веры Александровны рождаются сами. Но иногда интересные штучки она находит в журналах или у подруг-рукодельниц. Сначала шьет игольницы один в один, но в дальнейшем совершенствует. Так предмет для шитья приобретает необыкновенный смысл. Вот эта вот часть, это обереги. Ну вообще, по сути, игольницы, вот эти все ручные поделки, они все, по сути, обереги, потому что сотворены руками, с добрым намерением, с мыслями хорошими о людях. Так что вот любой можно считать оберегом. Творческая энергия нашей героини генетически передалась ее семье. Сын восстанавливает советские игрушки и механизмы. А пятилетний внук Сема уже вовсю помогает бабушке. Своими руками он сделал две классические игольницы с декором. Как ты их делал? Мы берем баночку, набивательный материал и... И дальше что? Треба ткань? Да, ткань. Потом делаем игольницу. Совместное творчество Веру Александровну вдохновляет. К тому же на пенсии отдыхать некогда, да и не хочется. Поэтому планы у нашей героини грандиозные. На очереди – освоение новых техник. Часть уже опробованы ранее – вышивка и бисероплетение. Впереди – изготовление рукодельных шедевров из полимерной глины.